Летняя пора для детей Лагерь был организован при непосредственной поддержке военно-патриотического центра «Защитник Отечества» и администрации города Харциско. Кроме того, в лагере с детьми были главы четырех городов. 20 с лишним лет при старом государстве военно-патриотическим воспитанием наших детей никто не занимался. Наоборот, историю убивали. Преподавали совершенно не те события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Становление молодого советского государства и так далее, так далее. Наша задача вернуть те традиции, хорошие традиции, чтобы наша молодежь знала историю нашего государства, знала наших настоящих героев, те, которые защитили это государство, возродили его. И они должны знать сегодняшних наших героев, те, которые воюют за независимость ДНР. Собрано было пять команд из четырех городов – Харциск, Иловайск, Зуевка, Зугрес. Возрастная категория участников – 14-15 лет, общее количество – 30 человек. Дети с азартом принялись изучать новые для себя дисциплины. Значит, дальше снимаем крышку ствольной коробки. То же самое вложим рядышком. Следующий. Пружина возвратного механизма, правильно? Да. Значит, что делаем? Нажимаем, отводим. Опять вложим рядышком. Стараемся так, чтобы лежали, не касались друг друга. Работа лагеря по планам организаторов продлится два дня, обещает быть насыщенной. Медицинская подготовка, скалолазание, рукопашный бой, огневая подготовка и туристические навыки – необходимые знания для будущих защитников Отечества. В рамках этого лагеря позвали для воспитания молодежи, в рамках патриотизма, учить молодежь, стоять за свою землю, за свою семью, в первую очередь, за родных, за себя. Потому что все, что мы делаем, должно сопровождаться будет ими дальше, в дальнейшем. Вы инструктор по рукопашному бою, да? Да. Скажите, ну как у ребят получается? Довольно-таки хорошо. Некоторые уже хотят идти служить. О задачах и вопросах, возникших в ходе работы лагеря, рассказал один из непосредственных наставников школьников, а по совместительству мэр Горловки. Необходимо проводить, в первую очередь, инструкторские методические занятия, в первую очередь, с преподавателями. Ну, а потом уже выходить. А так, очень здорово, что мэрия откликнулась в понимание людей в связи с боевыми, то, что у нас сейчас происходит в мире. Наконец-то обратили на это внимание, потому что до войны абсолютно к этому никто не обращал внимания. То есть, было запущение в этом вопросе. Вот. И очень радует, что все-таки мы здесь собрались. В общем, можно сказать, что этот первый пробный выезд в лагерь детей прошел успешно и продуктивно. Дети получили новые знания и весело провели выходные. Дмитрий Зиньковский, Екатерина Боева, специально для Новороссия ТВ, Изуевки.